Музыка Ну что товарищи, продолжим изучение экономических проблем социализма в СССР. И теперь седьмая, начнем, продолжим, а не начнем с вопроса об основных экономических законах современного капитализма и социализма. Это седьмая глава этой работы у Иосифа Виссарионовича. Он начинает с такого вопроса, что существует ли основной экономический закон капитализма? И отвечает на этот вопрос, да, существует. Что это за закон? В чем состоят его характерные черты? Основной экономический закон капитализма – это такой закон, который определяет не какую-нибудь отдельную сторону или какие-либо отдельные процессы развития капиталистического производства, а все главные стороны и все главные процессы этого развития. Следовательно, он определяет существо капиталистического производства, его сущность. То есть, как бы главный закон этот должен быть. Не является ли закон стоимости таким основным законом капитализма? Нет, отвечает он на этот вопрос. Закон стоимости есть прежде всего закон товарного производства. Он существовал и до капитализма, и продолжает существовать, как и товарное производство после свержения капитализма, например, в нашей стране. Правда, с ограниченной сферой действия. Ну, какова сфера действия закона стоимости, мы с вами рассматриваем. Где-то два или три занятия назад действия закона стоимости при социализме. Конечно, закон стоимости, имеющий широкую сферу действия в условиях капитализма, играет большую роль в деле развития капиталистического производства. Но он не только не определяет существа капиталистического производства и основ капиталистической прибыли, но даже не ставит таких проблем. Поэтому он не может быть основным экономическим законом современного капитализма. По тем же соображениям, не может быть основным экономическим законом капитализма закон конкуренции и анархии производства, или закон неравномерного развития капитализма в различных странах. Что такие законы существуют, мы тоже с вами уже говорили, что и анархия присутствует при капитализме, и конкуренция, и неравномерное развитие. Некоторые говорят, что закон средней нормы прибыли является основным экономическим законом современного капитализма. Это тоже неверно утверждает Иосиф Виссарионович. Современный капитализм, монополистический капитализм, не может удовлетвориться средней прибылью, которая к тому же имеет тенденцию к снижению ввиду повышения органического состава капитала. Современный монополистический капитализм требует не средней прибыли, а максимума прибыли, необходимого для того, чтобы осуществлять более или менее регулярно расширенное воспроизводство. Более всего подходит к понятию основного экономического закона капитализма, закон прибавочной стоимости, закон рождения и возрастания капиталистической прибыли. Он действительно предопределяет основные черты капиталистического производства, но закон прибавочной стоимости является слишком общим законом, не затрагивающим проблемы высшей нормы прибыли и обеспечение которой является условием развития монополистического капитализма. Чтобы восполнить этот пробел, нужно конкретизировать закон прибавочной стоимости и развить его дальше, применительно к условиям монополистического капитализма. Учтя при этом, что монополистический капитализм требует не всякой прибыли, а именно максимальной прибыли. Это и будет основной экономический закон современного капитализма. И он теперь раскрывает основные черты и требования этого основного экономического закона современного капитализма, который он формулирует следующим образом. Это обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, и, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибыли. То есть, основным экономическим законом современного капитализма, монополистического капитализма, Сталин считает, что это закон максимальной прибыли. И он его сформулирует вот таким образом, что он связан с эксплуатацией как основной массы населения своих стран, там, где он располагается, капитализм, а также других стран, особенно отсталых, а также путем милитаризации народного хозяйства, чем и обеспечиваются наивысшие прибыли. Далее он говорит, что среднюю прибыль все же можно было бы считать вполне достаточной для капиталистического развития в современных условиях, но это неверно. Средняя прибыль есть низший предел рентабельности, ниже которого капиталистическое производство становится невозможным. Но было бы смешно думать, что воротилы современного монополистического капитализма, захватывая колонии, порабощая народы и затевая войны, стараются обеспечить себе всего лишь среднюю прибыль. Нет, ни средняя прибыль и ни сверхприбыль, представляющая, как правило, всего лишь некоторое превышение над средней прибылью, а именно максимальная прибыль является двигателем монополистического капитализма. Именно необходимость получения максимальных прибыли толкает монополистический капитализм на такие рискованные шаги, как закабаление и систематическое ограбление колоний и других отсталых стран, превращение ряда независимых стран в зависимые, организация новых войн, являющихся для воротил современного капитализма, лучшим бизнесом для извлечения максимальных прибыли и, наконец, попытки завоевания мирового экономического господства. Ну, здесь я считаю, что трудно поспорить со Стальным, потому что именно в таком направлении развивается сейчас капитализм, вот как он сформулировал здесь, именно в этом направлении. Значение основного экономического закона капитализма состоит, между прочим, в том, что он, определяя все важнейшие явления в области развития капиталистического способа производства, его подъемы и кризисы, его победы и поражения, его достоинства и недостатки, то есть весь процесс его противоречивого развития дает возможность понять и объяснить эти явления. Вот один из многих поразительных примеров, то есть он приводит пример. Всем известны факты из истории и практики капитализма, демонстрирующие бурное развитие техники, когда капиталисты выступают как знаменосцы передовой техники, как революционеры в области развития техники производства. Но известны также факты другого рода, демонстрирующие приостановку развития техники при капитализме, когда капиталисты выступают как реакционеры в области развития новой техники и переходят иногда даже на ручной труд. То есть в зависимости от ситуации, которая складывается, капиталист выступает либо как революционер в плане развития новой техники, внедрения новой техники, или наоборот как реакционер, препятствуя развитию новой техники. Чем объяснить это вопиющее противоречие, спрашивает Сталин. Его можно объяснить лишь основным экономическим законом современного капитализма, то есть необходимостью получения максимальных прибыли. Капитализм стоит за новую технику, когда она сулит ему наибольшие прибыли. Капитализм стоит против новой техники и за переход на ручной труд, когда новая техника не сулит больше наибольших прибыли. Так обстоит дело с основным экономическим законом современного капитализма. Вот такое мнение он по основному закону капитализма изложил. И продолжает далее так. Существует ли основной экономический закон социализма? Да, существует, отвечает. В чем состоят существенные черты и требования этого закона? Существенные черты и требования основного экономического закона социализма можно было бы сформулировать примерно таким образом. Вот он дает формулировку, как он понимает теперь основной закон, экономический, конечно, закон социализма. Это обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники. То есть основной закон социалистического производства – это максимальное удовлетворение материальных и культурных потребностей всех членов социалистического общества и на базе совершенствования производства и на базе высшей техники. Вот так примерно он считает, нужно сформулировать основной закон при социализме. Основной экономический, конечно, закон. Следовательно, продолжает он, вместо обеспечения максимальных прибыли при социализме – обеспечение максимального удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. Вместо развития производства с перерывами от подъема к кризису и от кризиса к подъему – непрерывный рост производства. То есть при социализме, и мы видели, что фактически за 70 с лишним лет у нас только рост производства, не было кризисов никаких. А также вместо периодических перерывов развития техники, сопровождающихся разрушением производительных сил общества, непрерывное совершенствование производства на базе высшей техники. Говорят, что основным экономическим законом социализма является закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства. Но это неверно, считает Иосиф Виссарионович. Планомерное развитие народного хозяйства, а значит и планирование народного хозяйства, являющееся более или менее верным отражением этого закона, сами по себе ничего не могут дать, если неизвестно во имя какой задачи совершается плановое развитие народного хозяйства. Или, если задача не ясна, закон планомерного развития народного хозяйства может дать должный эффект лишь в том случае, если имеется задача во имя осуществления которой совершается планомерное развитие народного хозяйства. А задача состоит в том, что он сформулировал, это максимальное удовлетворение потребностей материальных и культурных. Помните, да? Эту задачу не может дать сам закон планомерного развития народного хозяйства. Ее тем более не может дать планирование народного хозяйства. Эта задача содержится в основном экономическом законе социализма в виде его требований, которые мы изложили. Поэтому действия закона планомерного развития народного хозяйства могут получить полный простор лишь в том случае, если они опираются на основной экономический закон социализма. Что касается планирования народного хозяйства, то оно может добиться положительных результатов лишь при соблюдении двух условий. То есть, при каких условиях планирование добивается положительного результата. Первое, если оно правильно отражает требования закона планомерного развития народного хозяйства. И второе условие, если оно сообразуется во всем с требованиями основного экономического закона социализма.